Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Израиль откроется в течение трех недель. Оптимистичная статистика снижения числа новых зараженных и тяжелобольных в последние дни подтолкнула Министерство здравоохранения Израиля предложить план практически полного открытия экономики страны. Но только для тех, кто вакцинировался или уже переболел коронавирусом. По плану Министерства здравоохранения экономика Израиля откроется в два этапа. На первом, 23 февраля, в школы вернутся старшеклассники в так называемых зеленых, желтых и погранично-оранжевых городах. В дополнение к этому откроются уличные магазины, религиозные учреждения, торговые центры, молы, фитнес-клубы, бассейны, музеи и гостиницы. Однако, еще раз подчеркну, только для вакцинированных. Также будут разрешены собрания людей, до 10 человек в закрытом помещении и до 20 на открытом воздухе. Второй этап намечен на 9 марта, за две недели до выборов в Израиле. В школы вернутся средние классы. В дополнение к этому откроются кафе и небольшие рестораны. Большие же рестораны, а также банкетные залы, концерты и аттракционы откроются только для вакцинированных. Внутри помещений будет позволено собираться до 20 человек, а на открытом воздухе до 50. Между тем, официальных решений правительство пока не приняло. Главным камнем преткновения являются юридические проблемы. Каким образом пропускать в определенные места только вакцинированных и не пропускать тех, кто от прививки отказался? Министерство здравоохранения составило программу ускорения вакцинации, но она сталкивается с большими юридическими трудностями. Главный из них называют план, согласно которому Минздрав сможет передать местным властям списки лиц, не получивших прививки на территории их юрисдикции. На настоящий момент в Израиле не получили прививку от коронавируса в возрасте от 60 и старше еще 10%. При этом 90% пенсионеров уже вакцинированы. В группе от 40 до 60 лет вакцинированы 73% населения. В группе от 16 до 40 лет вакцинированы ровно 50%, то есть половина израильтян. Минздрав также предложил план поощрения тем медицинским работникам, которые сумеют убедить привиться граждан в возрасте старше 50 лет и предоставлении финансовых грантов муниципалитетам с высоким уровнем вакцинации. Премьер-министр Натаньягу объявил о скором открытии экономики на заседании Кабинета министров. «Мы собрались, чтобы завершить маршрут выхода с использованием так называемых зеленых паспортов. Мы должны открываться постепенно и осторожно, и именно этого мы хотим. Мы можем сделать это, потому что у нас есть вакцины. Вакцинация для каждого гражданина, в отличие от других стран. Не так, как это происходит в Великобритании, Франции или Чехии, например», – заявил Натаньягу. Он продолжил. «Мы можем открыться со всей ответственностью. Нам необходимо начать с максимальных усилий по вакцинации оставшихся 570 тысяч человек в возрасте старше 50 лет, которые находятся в группе риска для здоровья. Поэтому мы должны действовать параллельно с введением зеленого паспорта, чтобы победить вирус. Что касается праздника Пурим, поскольку мы не хотим, чтобы болезнь распространялась на праздник, мы это обсудим. Надеюсь, мы сможем принять решение по всем этим вопросам уже максимум завтра», – подытожил премьер-министр. Безответственный подход к возобновлению нормальной работы сфер торговли и образования может спровоцировать введение в Израиле нового карантина. Об этом сегодня заявил координатор по борьбе с коронавирусом Израиля, профессор Анахман Аш на заседании Кабинета министра. По его словам, на данный момент ежедневно в Израиле регистрируется еще около 5000 новых случаев заражения, пятая часть из которых переносится в тяжелой форме. Если бы кто-то месяц назад сказал, что при таких цифрах мы будем намерены возобновлять работу всех сфер экономики, этого человека назвали бы сумасшедшим, – заявил профессор. Между тем, в результате сильнейшего давления заинтересованных лиц и сторон, Кабинет по коронавирусу дал сегодня разрешение на открытие главного международного аэропорта Израиля – Бен-Гурион. В рамках утвержденного плана ежедневно в Израиль смогут въезжать до 2000 туристов и израильтян. Рейсы израильских и зарубежных авиакомпаний будут совмещены. На этот раз все пассажиры будут отправляться в специальные карантинные гостиницы, за исключением тех случаев, когда будет получено разрешение от специального комитета по исключениям. На практике ожидается прибытие не более тысячи человек из двух-трех пунктов в Соединенных Штатах и Европе. Скорее всего, это Нью-Йорк, Нью-Арк и Лондон. Какие авиакомпании будут летать в Израиль и из Израиля – это решение также будет принято по результатам конкурса. Скорее всего, это будет Юнайтед, Дельта и какая-то английская компания, скорее всего, Бритиш Эрвейс. Без проблем смогут вернуться израильтяне, вылетевшие до начала карантина на законных основаниях. Ну и для того, чтобы вернуться в страну, нужно будет связаться с Комитетом по исключениям при Министерстве транспорта. В гостиницах карантина придется находиться до 10 дней при двух отрицательных тестах. От пребывания в гостинице и изоляции будут освобождены привитые, беременные, пожилые люди старше 70 лет и инвалиды. Премьер Натаньяго принял сегодня в своей резиденции в Иерусалиме президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Наше медицинское сотрудничество росло с годами, но общая борьба с пандемией коронавируса активизировала наши контакты, заявил премьер и продолжил. Эти вопросы мы будем обсуждать сегодня. В течение последних нескольких недель мы уже обсудили продолжающуюся в Израиле кампанию вакцинации и то, как безопасно возобновлять нашу экономику. Далее премьер поблагодарил президента Кипра за готовность его страны признавать израильские зеленые паспорта. А Израиль также признает кипрские паспорта вакцинации, добавил Натаньяго. По его словам, это откроет возможность возобновления туризма в самом ближайшем будущем. Туризм не откроется в ближайшие несколько недель, но довольно скоро. Кипрские туристы в Израиле и израильские туристы на Кипре звучит замечательно, подытожил премьер-министр. Израиль заблокировал поступление средств Хамасу из Турции. Контрразведка Израиля, Шабак и Министерство обороны заблокировали передачу турецких товаров и денег на сумму более 100 тысяч долларов, предназначенных для финансирования правящей в Газе исламистской группировки. Операция была проведена Национальным бюро по борьбе с финансированием террора при Министерстве обороны, таможенным управлением и контрразведкой. Министр обороны Бениганс подписал приказ об аресте товаров и денег на сумму в 121 тысячу долларов, переданных через коммерческие компании боевиками Хамаса в Турции на западный берег Иордана. «Мы продолжим неустанно бороться с террором и отслеживать его инфраструктуру везде, где она есть, в Израиле или за его пределами», подчеркнул министр обороны, ранее в конце прошлого года уже подписавший приказ об изъятии 4 миллионов долларов, который Иран передал Хамасу в Газу. Деньги предназначались для развития террористической инфраструктуры в секторе, включая производство оружия и выплат зарплат террористам, сообщило тогда Министерство обороны в пресс-релизе. Тем временем Катар готовится построить в Газе газопровод. Посланник Катара в Газе Мухаммад Аль-Эмади раскрыл подробности о плане создания газопровода в секторе. В интервью СМИ Аль-Эмади сообщил, что так называемый Катарский комитет по восстановлению газа провел несколько продуктивных встреч для продвижения этого вопроса, который обсуждается вместе с представителями корпорации «Шеврон», а также с официальными лицами из США, Евросоюза, ООН и России. По словам посланника, комитет также провел встречи с дипломатами из Франции, Нидерландов и палестинской автономии. Аль-Эмади подчеркнул, что уже есть два контракта по строительству газопровода. Первый – договор между палестинскими властями и газовой компанией о покупке природного газа. Второй – договор на установку трубопровода. Достигнуто договоренно с Евросоюзом о выделении 5 миллионов долларов на монтаж трубы от границы до электростанции. А Катар установит трубы на израильской стороне, заявил эмиссар из Катара. По его словам, электростанция в Газе сэкономит палестинским властям миллионы долларов и решит кризис потребления. В настоящее время палестинская автономия платит 11 миллионов долларов за линию электропередачи из Израиля в дополнение к 2,5 миллионам долларов, выделенным самой электростанцией. Катар ежемесячно закупает топливо на 7 миллионов долларов для этой станции. Али Мади предсказал, что проект будет завершен в течение 2-2,5 лет с момента начала строительства трубопровода. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!